Это городская больница Южной столицы. Частично ее уже перенесли в новое здание, которое было открыто несколько лет назад. Однако тут пока продолжают работать некоторые отделения. Теперь тут, в самом центре города, обещают построить новую современную клинику. Этим обещает заняться администрация Ожского госуниверситета, на баланс которого передали землю. Территория больницы передана на баланс университета. По инициативе Ожгу там заверили, что средства на строительство современной клиники будут найдены, и мы планируем построить здесь еще одно здание. Старое здание Ожской горбольницы в центре города уже давно нуждается в капитальном ремонте, говорят в администрации медучреждения. Проект новой больницы представил ректор Ожгу на совещании президента по реформированию системы медицинского образования. Президент, правительство, министерство планирует превратить вузы в университеты четвертого поколения и включить их в мировые рейтинги. По одному из главных критериев, вуз должен приносить пользу региону и его развитию. Соответственно, мы выступили с предложением занять территорию старого здания городской больницы. Мы намерены построить там современную клиническую больницу. Глава государства проект поддержал, отметив важность использования имеющегося кадрового и научного потенциала для достижения основных целей развития здравоохранения. К строительству современной клиники, согласно указу президента, вуз приступит в июне этого года. Завершить работы планируется в течение трех лет. Это будет стоить около двух миллиардов сомов. Мы собираемся профинансировать 900 миллионов. В первый год на старом месте к городской больнице появится современный комплекс. Будут построены учебные отделы, библиотека, медицинские учреждения. Мы собираемся обеспечить их современным цифровым оборудованием. Во второй год мы выделим 500 миллионов. На третий год оставшиеся средства. Предполагается, что зарплата врачей в новой клинике будет составлять от 65 тысяч до 115 тысяч сомов, так как на базе учреждения будут проводить редкие операции. Обещают предоставлять и бесплатные медицинские услуги наиболее уязвимым слоям населения. Такую же клинику планируется создать и при Кыргызской государственной медицинской академии в соответствии с реформой медицинского образования. Благодаря президенту и кабинету министров сегодня выделили специально под клиническую базу диагностический центр для медицинской академии и недостроенное здание национального центра онкологии на базу медакадемии. Мы этому очень рады. Почему? Потому что практически на сегодняшний день будущее врачей определяется только тем, что они имеют свою практику, личную практику. В настоящее время специалистов в области медицины готовят 23 вуза в Кыргызстане. Всего в них обучаются также более 30 тысяч и иностранных студентов. Комиссия, созданная Минздравом, уже проверила материально-техническую и клиническую базу 17 медицинских вузов и установила, что 12 из них не соответствуют требованиям.